Есть еще такой момент, что пока Парк и Уиды выходят на сцену, тут есть такой момент, пока эксперты что-то говорят, с Питер не всегда воспринимают, что они говорят для этого команды. Записывайте, пожалуйста, рекомендации. Записывайте рекомендации, чтобы потом отсутить. Пожалуйста. Приветствую. Меня зовут Василий. Мы разрабатываем автоматизированную игровую систему. Парковые игры. Что мы видим сейчас у людей? Это сложное восприятие игровых видов спорта. Это фитнес. Это вторая рабочая смена, по сути, у людей. Также у них хватает тренера, который бегал за ручку. И самое главное, это отсутствие мотивации. Причем она является как динамичной, так и семейной характерной. Соответственно, что мы предлагаем? Мы предлагаем людям набор игроков знаний. Что им нужно? Им нужно выделить время. Нужно прогуляться противопеки. Парк, например, как обычно он это делает. Это прийти в ближайшее место, в ближайший парк. Загрузить приложение. И, соответственно, тут же вливаться в игровой процесс, в сюжет, который что-то заставляет его сразу делать. Потому что время не ждет. В итоге мы помогаем человеку адаптировать свое восприятие спорта как к игре. Тем самым он получает бурю эмоций, бурю впечатлений. И он ждет это с друзьями. У него, соответственно, параллельно с этим может смотреть за развитием своих, ну, своего прогресса. То есть именно на физическом уровне. То есть то, что он обычно добивается в фитнесе. Он это может сделать параллельно, но играючи. И смысл в этом. С точки зрения конкурентов, у нас есть три больших мозга. Но я, конечно, не вопрос, чтобы не фитализировать по именам. Это фитнес-приложение. Это увеличенные квесты и квест-румы. И, соответственно, фитнес-зал и спортивные клубы. В нашей потенциальной универе это также три группы, в соответствии с предыдущим слайдом. Это спортсмены. Это люди, которые увлечены в саморазвитии, стремятся к социальному росту и достижениям. Это, соответственно, наши фитнес-мены и фитоняшки. Это люди, которые все равно еще со спортивным интересом. Но они просто за здоровый образ жизни, за поддержку своей формы, за процеду. И не спортсмены, это люди, которые вообще никак не берут в каком-то тяжелом труду. Им нужно туда походить, погулять, просто согласиться вместе. Вот. И в аудитории, согласно статистике Минспорта, мы выделили в потенциальной универе 38 тысяч человек. Это чисто спортсмен. В потенциальной универе, соответственно, в игровом виде спорта, на их тусовке или в тусовке. Это примерно 10-12 тысяч человек. И в фитнес-бубах ориентировочно находится около 90-100 тысяч. Ну, там, понятно, не все. И самое тайное и неявное, тоже, что нам нашли очень интересное, это те самые не спортсмены. Они никак себя в интернете не проявляют. И практически, ну, это случайно практически проходит. Всех не опросишь, как говорится. Ну, мы считаем, что их считают процент в общем раз. Соответственно, что мы получили в результате этого качества? Мы получили направление, как нам продвигать свои идеи, как нам их влиять. Первое – это просто, наконец, сделать хороший сценарий и путем мобильного телефона и смс сделать, собрать народ и просто провести игру. Как вообще все тут проходить, нравится, нравится. Потом немножко докрутить самостоятельного приложения, еще раз проверить. И если уже работа одна, сделаю ПГ и сделаю полную автоматизацию. И пустили уже, соответственно, уродить на армию. Ну, на этом все. Оставьте предыдущий свадь, пусть там будут пока те вопросы. Дорогие эксперты. Ну, с этим свадьбом у меня, честно, швах. Ну, это же не надо сказать. Я поймаю про весну. Теперь можно вам помочь помогать детей? Деньги, соответственно, я скажу, первое. Я вижу там, первые дозы бесплатные. А, да. Смысл в том, что на некоторые игры, которые будут создать вообще интеллектуальные нежности, ну, вот, они будут сразу, ладно, по определению, по образу квест-рукту. Те, которые достаточно простые и массовые, там будут бесплатные уровни, но они будут ограничены функционально. И, соответственно, есть еще предложение выйти на потребителя через футбес-зал. Т.е, они тоже проводят подобные мероприятия. Мы просто можем предложить свои сценарии на нашей архитектуре, и тем самым через них привлечь. А сценарий – протеи? По сути, да. По сути, за то, что вы от развлекательных историй. Сколько? К сожалению, не считал. Прошу прощения. ЛТВ, вот эту метрику СССР пока тоже шла. Вот. Ну, единственное, что можно сказать, что по потребителям, ну, в смысле, по потребителям, например, у нас было миллион, это именно довести, вот, допустим, что идея рабочая, и довести именно то активизирование для честных, если это четвертый этап. Вот, соответственно, средний ценник, грубо говоря, на самые простые, говорит, ну, условно, отсказывает 100,50 рублей. Ну, то, может быть, и меньше, посмотреть, как это будет. Как пойдет вот эта первая проба? Насколько она кажется интересной? Ну, где мы минимально положим собственные средства? Потому что мы сейчас не знаем, нам разные вещи говорят. Люди нам говорят, что все, давай мы сейчас идем пробовать. Давай, давай, дай предложение, все, мы готовы. Вот. Эксперты, там, начнут, и, значит, там, никто не будет платным. Вот. И, ну, мы, как бы, вот, надо проверить, что кто, кто прав, кто не прав. Прав в пользу, все или не прав власти. В этом смысле мы сейчас не начнем. Ну, мы понимали, что делать? Кто прав, я не знаю, но явно, что 150 рублей, это слишком мало, просто собрать, сколько людей нужно, чтобы пришли, какая-то такая работа. Ну, смотрите, а аудитория вот этих спортсменов, это чисто, которые в теории поставят, это именно активное. Которые в теории плотонные, но они очень... Они первые, которые мне нравятся. Мы не трогаем комплектив, которые придут к тебе. Вот сколько их должно быть, чтобы 150 рублей, и это стоило, что ты на этом что-то работаешь? Этих людей, соответственно, по всей Москве, должны покрыть эвакуторию, ну, 20-25 тысяч человек. Это за сколько или на 1-2 год? Ну, там, скажем, в течение года. Спасибо. Ну, если вопросов нет, спасибо. Спасибо.